Ура! Ура! Привет, друзья! Подпишки мои! Ну что ж, в этом году сегодня я первым вам покажу свои идеи применений для ваших скрепышей, потому что очень многие люди действительно до сих пор не знают, для чего нужны скрепыши, и родители вам их поэтому не покупают. Но покажите им моё видео, и тогда они вам их купят. Ну и, конечно, сегодня в конце ролика будет конкурс, поэтому ролик досмотрите до конца. А мы полетели! Пара! Ва-па-па! Вау, ребята! Как крутое украшение для ваших очков. С крепышами три можно украсить лампу. Как очень крутой и классный браслет. Можно сделать двойной, тройной и какой угодно. А если скрепить скрепышей побольше, то можно и как украшение. А если у вас очень много, то как очень большое украшение на шею. Очень крутые скрепыши, ребята! Ну а еще можно их сделать на сережки. А еще ими можно украсить ваш холодильник, и они будут прекрасно на нем смотреться. Если ваша ручка часто бьется в стену, то можно повесить скрепышей. Набиться не будет. Кактусичтан для этого идеально подойдет. А также один скрепыш можно приделать на вашу заколочку. Скрепыши три очень приятно перебирать в руках и можно использовать как антистресс. Очень красиво можно украсить вашу кружку. Очень классно выглядит. Можно также украсить ими ручку, маркер, карандаш, да и все что угодно. И без клея, самое главное, не нужно ничего портить. А еще этими двумя скрепышами можно просить ваши лайки и подписку на канал. Если двери от шкафчиков часто бьются, то можно сюда приклеить скрепыши, а двери биться не будут. Ребята, ну это же вообще супер лайфхак. А? 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 Можно учить вашего ребенка математике. Например, один скрепыш плюс один скрепыш получается два скрепыша. Или, например, два скрепыша плюс два скрепыша получается, сейчас, четыре скрепыша. Или, например, вот так вот. Смотрите, 2 скрипыша плюс 2 скрипыша умножить на 2 скрипыша, получается 6 скрипышей. Очень удобно. Скрепышей 3 можно круто коллекционировать и хвастаться друзьям о том, какая классная у вас коллекция. И с чеми можно обмениваться? Например, выбрать 5 скрипышей и поменяться с другом, допустим, на лего пакетик. Мне кажется, по цене, ну, совместимо, очень классно можно меняться. Брелок на ключи? Так это вообще пуля, для этого и было придумано скрипыши? Они очень прикольные и действительно персонажи из ваших любимых вольтфильмов. Вот смотрите, Вирволфыч, Песик, Мэвис, Муми, Хлёпик и Фрэнк. Можно украсить ваши ботинки, кроссовки, да и все что угодно. Вообще очень прикольно украшать ими куртку, одежду и так далее. Посмотри, как они прикольно выглядят. Классно? По-моему, классно. Можно скреплять ими провода от наушников, кабели и много чего еще. Как прикольную закладку для ваших книг, тетрадок. Вот, допустим, вам нужны какие-то акции. Запомните, где они. Вот вы так делаете. Раз, раз. Все, все. Закладка. Запомнили, запомнили. Шикарно, шикарно. Как украшение для вашего Наруто. Опа, опа, опа. Как замена вот этим резиновым штучкам на ваш рюкзак. То есть, допустим, если вы его потеряли, можно сюда впихнуть, и тогда можно за нее закрывать рюкзак. Очень даже удобно и классно выглядит. Круто можно скрепить. Если у вас много карандашей, ручек и так далее, их тоже можно круто скрепить. Как украшение для вашего Йети. Мы с ним пойдем тусить. Вот столько у меня получилось идей. Цифру вы сейчас видите на своем экране. Вот такая она получилась у меня. Друзья мои, конечно, да, безусловно, можно придумать и 50, и 100, и 200, и миллион вообще идей. Но, по сути, это все будет, ну, уже одно и то же, да. То есть, повесить их как брелок можно максимально на что угодно. Я постарался в своем ролике именно собрать такие практичные интересные вещи. Но давайте честно, между нами, ну, кто-нибудь вот реально использует так скрепыши? Мне кажется, самое единственное и главное применение вообще этих скрепышей, это все-таки, наверное, брелок. То есть... А что там, магнитно, не зумится. Короче, вот как брелок на ключи, да, вот это прикольно. Все остальное, ну, мне кажется, это баловство, потому что они, да, они скрепляют что-то, но они больше и раскрепляют, скажем так. То есть, наверное, да, главное и нормальное, единственное применение это вот чисто тупо брелок. Но вся эта история скрепыша добавляет мне историю, помните, был такой мультик, фильм, деть шпионов. И там, короче, эти маленькие брат с сестрой хотели какой-то прикольный супер гаджет, а им их дядя подарил резинку. Она такая, что это за резинка? Это супер резинка, у нее 100 применений и должна их придумать ты сама. И она такая, первое применение, стильный браслет. Вот что-то вот наподобие. Но вообще нет, реально, если разбирать акции с позиции нужности, то скреп... Бравлы нет, бравлы, наверное, с ними тоже можно придумать, но там они... Ну, хотя да, наверное, все то же самое можно, в принципе, смело применять и с бравлами, ну, как бы и с первыми скрепышами, с вторыми скрепышами. Не, я прям кайфуюсь от скрепышей, ребята, очень много ролика для вас интересного заготовил, поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Друзья мои, конкурс в конце ролика я вам обещал, а что вам нужно сделать? Во-первых, подписаться на канал и поставить лайк, это вообще по умолчанию все нужно делать. А во-вторых, ребята, напишите в комментариях свои идеи для скрепышей. Лучшему, лучшему комментатору, кто будет за лайканный комментарий, я отправлю пять закрытых скрепышей. Ну, не этих, этих мы откроем, отправлю у меня там еще скрепыши, отправлю ему пять закрытых скрепышей. Но, друзья мои, но, друзья мои, более того, я сниму вторую часть с скрепышами и именно с вашими идеями. То есть, те идеи, которые реально будут интересны, которых не будет в моем списке. Может быть, из моего списка вы какую-то идею возьмете, но как-то по-другому ее придумайте, потому что, ну, все-таки один человек хорошо, вас у меня 300к, поэтому, ребят, давайте в комментарии прям зафигачим много-много-много-много комментариев. Вот, вот такие вот скрепыши снимаю для вас первые на YouTube в этом году, почему-то пока никто не снял. Ну, видимо, идеи нету ни у кого, все ждут, пока украдут у меня идеи. Ну, ребята, блогеры, коллеги, друзья, берите, пользуйтесь, я знаю, вы смотрите мои ролики, вам они очень сильно нравятся, поэтому, ребята, идеи для вас просто берите все, любую какую хочешь идею, просто бери, и мне не жалко. Вот, поэтому, ну, вот такие у нас получились сегодня и день. Надеюсь, это видео вам было полезно. А, я же забыл, мы же открываем скрепыши. Откроем три. Кстати, два уберу, вот он тайминг кончается ролика. Открою тут три скрепыша. Может быть, здесь пепперонишь? Нет. Спайк. Мистер Спайк. Открываем дальше. Желеха. Я бы его назвал не Хлюпик, а Желеха, но это все-таки персонаж из мультика, поэтому Хлюпик. Хотя, между прочим, друзья мои, вы же знаете, что мультик-то не наш, и Фрэнк. Мультик-то не наш, и поэтому, возможно, в американском переводе он и был именно Желеха. Это же его наши переводили, русифицировали, поэтому, ребята, фиг его знает. Может, он и правда Желеха. Что думаете, в комментариях напишите. На этом сегодня все. С вами был еще обзорчик акции на российском ютубчике, скрепыши три в том числе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на динь-дин-дон, участвуйте в конкурсе. Итоги. Давайте так, мы набираем... Ну вот, сколько мы набираем? Давайте на ролике берем 3000 лайков и сразу для вас разыграем его. Все. Всем дочести. Пока-пока, ребята.